Как вы можете прокомментировать налет якобы украинских дронов на купол Сенатского дворца Кремля? Верите ли вы в конспирологию? Потому что есть версии такие политехнологические, что все это было инсценировано как бы внутри России. Вот, допустим, признанный иностранным агентом политолога Базгалямов выдвинул такую версию, что якобы это все заговор так называемых ястребов, которые хотят сподвинуть Владимира Путина на ведение военного положения, полного военного положения в стране. На ваш взгляд, имеет ли тут какая-то конспирологическая версия, место, вот такой политехнологический прием? Ну, действительно, это, конечно, центральная тема последних пар дней. Ну, за эти сутки с небольшим я, пожалуй, так десяток, наверное, версий уже услышал и сам где-то их даже породил. Ну, за и против конспирологической версии о том, что, условно говоря, кто-то в Кремле рядом с Кремлем или там вот где-то в окрестностях вот это все устроил, чтобы добиться определенных результатов. Ну, в пользу этого есть аргументы. Ну, хотя бы то, что, ну, мы же с вами не верим, что до Кремля может долететь ракета. Ну, исходя из системы ПВО. Говорят, она из Подмосковья была пущена. Понятно, что вот откуда бы она ни была пущена, но долететь ей до Сенатского дворца в представление, которое мы имели до сих пор, наверное, невозможно. Потому что система ПВО, какая бы она ни была, она точно сконцентрирована вокруг важнейшего объекта всей страны. Это первый аргумент. Да, безусловно. Но с тех пор, как Матя Сруст посетил Советский Союз таким неординарным образом, с тех пор, во-первых, были уволены все начальники, хоть какое-то отношение имевшие к ПВО на тот момент. Во-вторых, действительно, уровень паранойи высшего руководства страны несколько изменился в большую сторону. Я абсолютно уверен, что безопасность Владимира Путина – это приоритет номер один вообще для всех спецслужб Российской Федерации, Министерства обороны и прочих, и прочих. Это первый аргумент против вот этой системы теории заговора. Теперь важнейший вопрос – это развесовка итогов и резонансов от этой всей истории. То есть, выигрывает ли кто-то в Кремле от того, что они вот эту штуку организовали? Ну, первое, что видят граждане, давайте смотреть со стороны населения, которое каким-то образом это все оценивает. Первое, что видят граждане – это, что в Кремль может прилететь какая-то ракета. Что такая опция есть. Что это, в принципе, возможно. Второе – Владимир Путин теряет сакральность, вот этот облик бессмертного Кощея, которому все ни почем, и который там, значит, абсолютно неуязвим и так далее, и так далее. То есть, ну, если к нему почти домой прилетают две ракеты. Тоже негативный абсолютно аспект в плане восприятия нынешней власти. Ну, и прочее, прочее, прочее. То, что касается там боеспособности, боеготовности и так далее. Разреждений этих очень много. Потому у меня есть сомнения в версии о том, что это, как сказать, самоподрыв какой-то. Но, опять же… Сомоподрыв, имеете в виду то, что изнутри… Ну, что кто-то, да, кто-то изнутри системы все это дело организовал. Ну, есть еще и горячие головы, которые говорят, что это вообще сам Путин все придумал. И, дескать, вот там с определенными целями. Цели здесь непонятны. То есть, если бы какая-нибудь невыясненная, неопознанная и поименованная украинской, значит, ракета или дрон разнесли бы в щепки какую-нибудь пятиэтажку в черемушках, если бы нам показали по телевизору там кишки наружу, мертвые бабушки и покореженные коляски и прочее, прочее, да, вот это было бы, ну, такой простой мотивационной… Каза были. …историей, да, как называется там военные действия под чужим флагом, да. Например, то есть, мы с вами сейчас фантазируем же, да. Вот, это было бы что-то вроде взрыва домов там 99-го года, то есть, вот из которых потом последовали какие-нибудь оргвыводы, там, война народная, вставая, значит, на смертный бой и прочее, прочее, там, ядерная бомбардировка Киева и так далее. Здесь немножко нелогично, да, то есть, вот бомбардировка Кремля, это вот слишком уж сакральный объект. То есть, это сердце столицы, это символ страны и так далее, и так далее. То есть, нанесение удара по символу страны, пожалуй, стало, что это чересчур уж мощный такой акт для того, чтобы там, ну, формализовать какие-то действия. И еще один момент, который меня тоже настораживает, разве для российских властей вообще в последнее время нужны были предлоги? Хоть чтобы что-нибудь сделать такое, что вот, ну, они собираются сделать. Ну, в глазах глубинного населения, ну, нужно что-то… В том-то и дело, что мы уже сейчас вот поговорили о том, что глубинный народ в некотором замешательстве, я очень внимательно проанализировал паблики, вот такие обычные, да, там, подслушанно в Кумертау, там, подслушанно в Белебеи. То есть, сходили в народ, да? Сходил в народ, да, посмотрел вот эти вот реакции. Реакция, знаете, какая? В основном недоумение. Недоумение, смешанное с какой-то… с каким-то небольшим таким, ну, каким-то таким ощущением стыда, да, что вот что-то такое очень нехорошее произошло в стране. Ну, точно так же, как было после Крымского моста. Нет, что-то такое, возможно, нехорошее, совсем невозможное и очень даже где-то постыдное. То есть, прилет там вражеских ракет, но они же сразу были названы вражескими, то есть, Дмитрий Песков четко обозначил, что это Крымский, извините, киевский режим, значит, там, киевская военщина, вот там совершила страшный акт, там, значит, попытку покушения на наше все, на нашу главную скрепу на Владимира Владимировича Путина. Вот потому я весь в сомнениях, потому что здесь есть и за, и против аргументы. Иногда, правда, банан – это просто банан, да, бывает и такое, да, но в таком случае, да, нам нужно начинать стесняться, потому что если это действительно украинские какие-то летательные аппараты, которые совершенно непонятным образом долетели до сердца столицы и попали в Сенатский дворец, в котором расположен и квартира, и рабочий кабинет нашей главной скрепы Владимира Путина, ну тогда да, тогда нужно о чем-то задумываться. Но мы же не видим реакции, да, кроме поспешной и, судя по всему, вызванной определенными веществами реакции Дмитрия Анатольевича Медведева, который там потребовал немедленного уничтожения Владимира Зеленского. Особенной реакции мы пока не видим. Хорошо, а вот с другой точки зрения могут… Ну, кстати, вот здесь вчера был историк Ромир Реймов, мы с ним обсуждали появление в лагере так называемых рассерженных патриотов, так называемые люди, которые сторонники более жестких мер, во главе с Стрелковым Гиркиным. Вы верите, что они могли быть причастны к этой затее, чтобы потребовать, не знаю, ядерного удара по Киеву или еще что-то? Ну, действительно, есть определенная часть общества, она, на мой взгляд, пока численно очень небольшая. Это люди, требующие более радикальных мер, более решительного развития военных действий, там, прочее, прочее, вплоть до, там, ядерной бомбардировки и так далее. Но я не знаю, насколько они технически способны сделать такую вещь. То есть, если мы рассматриваем вот такую версию из разряда теории заговора о том, что кто-то из Подмосковья, из Нарфаминска, там, откуда-то, значит, запустил два вот этих дрона, чтобы спровоцировать какие-то определенные события, там, в руководстве Российской Федерации, мы понимаем, что для этого нужны достаточно серьезные ресурсы, в том числе и ресурсы административного плана, потому что сохранить втайне и изготовление, и покупку, и запуск, и вот реализацию всего вот этого, ну, достаточно сложно. Кроме всего прочего, судя по всему, оба летательных аппарата были начинены взрывчатыми веществами. Ну, то есть, для этого нужно иметь определенные ресурсы, в том числе и силового характера, военного характера, должны иметь компетенции. Могут ли эти рассерженные патриоты, будя они объединены хоть в какую-нибудь организацию, да, это, кстати, тоже момент. То есть, это все пока достаточно аморфная масса, в основном сидящих на диванах дяденек с пивком, таких в возрасте и послуживших где-нибудь, там, значит, на Дальнем Востоке лет 25 назад, вот они сердятся, что нужно, там, шарахнуть, там, какой-нибудь более ядреной бомбой, там, по Киеву. Какой-то существенной структурированной организации этих рассерженных патриотов я пока не наблюдаю, но при этом существует определенный класс высших чиновников, которые, ну, привержены к такой теории. Вот, вот они-то как раз люди с ресурсами и возможностями. То есть, тут все сложно, на самом деле. И мы пока не имеем достаточных данных, мы имеем, ну, по поводу объяснения этого всего события, да, мы имеем только сомнения, ну, в чем-то обоснованное и в чем-то необоснованное. Потому я бы не торопился причислять там вот этих вот, на мой взгляд, не очень уравновешенных людей к числу серьезной силы политической Российской Федерации. Продолжение следует...